Здравствуйте, друзья! В эфире канал Юра Шворд. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях замечательный человек. Это правовед Юрий Юрьевич Шулипа. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Приветствую, Юрий Анатольевич, и мое отдельное традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. Ну, прежде всего, Юрий Юрьевич, поздравляю вас и всех украинцев с Днем Незалежности. Хай живее, процветай, самостейно-то незалежная Украина. Усе будет Украина и перемоги вам! Дуже вам дякую за ваше приветствие. Юрий Юрьевич, но сейчас я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне не сойти с ума, а дело в той новости, которую из-за так называемой несгораемой Дарьи Дугиной все перестали обсуждать. Хотя новость куда важнее вот этого цирка. Я имею ввиду грядущее судилище над бойцами Азова. Помилуйте. Я вполне допускаю, что любая страна может вести странные законы. Я знаю, что я вот сейчас израильтянин, нарушаю некоторые законы, к примеру, Ирана. Ну и что? Я не собираюсь ехать в Ирана и ладно бы. Но Россия вторглась на территорию Украины. Она взяла в плен азовцев и собирается их судить за то, что Азов запрещен на территории Российской Федерации. И, пардон, ну а, так поступали только гитлеровцы, насколько мне известно, на оккупированных территориях, даже среди военнопленных, они расстреливали евреев и коммунистов. Ну, других примеров я припомнить не могу. Что это за бред? Что это за... Я приличного слова подобрать не могу. Дело в том, что данная ситуация во многом, она подусловлена тем, что в обществе так называемые эксперты, политики и прочие журналисты в том числе, не всегда называли вещи своими именами. То, что сейчас происходит с азовцами, абсолютно правильно, я считаю, назвали сотрудники аппарата, уполномоченного по правам человека при организации объединенных наций. То, что в случае, если пленные азовцы будут расстреляны, это будет признано военным преступлением. Что абсолютно соответствует реальной действительности. Это вот главная такая квалификация. А почему такое происходит? Я сейчас нашим зрителям и слушателям объясню. Дело в том, что Ордло, это временно захваченные, и Ордло, и Бриуполь, часть Терсонской области, там, где находится Россия, это временно захваченные и оккупированные территории по международному праву. Россия, как оккупирующая держава, несет полную ответственность, в том числе и по Женевским конвенциям от 1949 года по защите населения во время войны, за все, что происходит как с мирным гражданским населением, так, соответственно, и с военным. За все, что там происходит, еще раз повторюсь, несет полную ответственность оккупирующую державу. И Женевские конвенции, они на Российскую Федерацию налагают ряд обязательств. В том числе и даже если, предположим, военнопленный какой-то совершил преступление, то он должен быть осужден судом. Как это сказано в конвенции о обращении с военнопленными от Женевской конвенции, третьей Женевской конвенции в обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. И она прямо запрещает осуждение применения наказания без предварительного судебного решения, вынесенного, внимательно нашим зрителям и слушателям, надлежащим образом учрежденным судом. Первое, первое условие. И второе, вытекающее из первого. Это при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизационными нациями. То есть это соблюдение всех общепризнанных принципов международного права. Оккупационные так называемые суды, а это действительно вы, кстати, абсолютно правильно сказали, то, что в одно это не суды, это судилища, которые придумали в Кремле. Это судилища, придуманные в Кремле. К судам они вообще не имеют абсолютно никакого отношения. И в свете статьи 3 Шеневская конвенция 1949 года о обращении с военнопленными, эти судилища таковыми в качестве судов не являются. Но с другой стороны, опять-таки, даже если мы посмотрим решение Европейского суда по правам человека 1974 года, Луизиду против Турции, там тоже идет речь, это жительница оккупированной части Северного Кипра, которая была оккупирована Турцией, подала в Европейский суд против Турции, выиграла кейс. И там Европейский суд, он разъяснил, что нормы и Европейской конвенции, и международного права, они распространяются на оккупирующую державу. То есть оккупирующая держава должна придерживаться в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Но, как известно, Россия вышла из конвенции по правам человека. Поэтому она таким образом, в том числе, и пытается снять с себя ответственность за военные преступления, опять-таки, с точки зрения России. Хотя на самом деле нужно понимать, что нормы международного гуманитарного права и нормы международного уголовного права, они действуют во многом непосредственно. Они имеют такое все проникающее значение, вне зависимости от того, обратифицировали государство конвенции или дератифицировали. И, кстати, я нашим уважаемым зрительным слушателям, ну, коль мы затрону эту важную тему, хотел бы обратить на важнейшее, как это я в своей работе, под названием «Будущее Донбасса» по формуле Штаймайера обозначил это как раз-таки на 200, в той второй странице, в качестве невоенного признака подготовки России к большой конвенциональной войне. Это отзыв заявления России, сделанной приоритетификацией дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося жертв международных, внимательно, к моим словам прислушайтесь, пожалуйста, к международным вооруженным конфликтам. Протокол номер один. И этот проект закона был инициирован и внесен Путиным. Что это такое? Это как раз-таки именно тогда, когда вот Россия с ноября месяца 2019 года, но и до этого, в том числе, раньше она готовилась к широкомасштабной конвенциональной войне в Европе, и поэтому заранее она подготавливала такую почву, как выход из первого протокола, касаемо защиты населения во время международных конфликтов. Да, знают, что уже будет большая конвенциональная война, что, еще раз повторюсь, снять с себя ответственность, но опять-таки с точки зрения России. Потому что в России, ну я тут объясню российскую традицию и понимание кремлевских гамадрил, которые вот этой Путины учились в фашистской банде. Они считают так, что если они вышли из международных документов, и их не соблюдают, ибо где-то эти документы России не были когда-то ратифицированы, то это их освободит от международной уголовной ответственности. Это не так. И теперь я хочу обратить внимание наших зрителей и слушателей, чтобы наши зрители и слушатели понимали, что Путин, то, что он творит и его банда, они просто выстраивают параллельную реальность. То есть, иными словами, они временно оккупированные территории обозначают как так называемую Донецкую и Луганскую народные республики, причем еще в качестве независимого государства. Что это якобы независимое государство, которых не признало вообще все мировое сообщество, за исключением марионеточных режимов. Сирийский режим, но сирийский режим Асада, его на самом деле не существует. Существует режим Путина, который этот режим держит, потому что нету... Если Путина не будет присутствовать в Сирии, то через некоторое время Асад просто оттуда слетит. И Эрдоган, и сирийская оппозиция просто уничтожит, физически ликвидирует. Это очевидно. И тот же самый северокорейский режим, это такой же российский марионеточный режим, потому что я напомню нашим зрительным слушателям, что еще в свое время, в конце 50-х годов, когда началась... В рамках Третьей мировой холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами была война за Северную Корею. То есть... И все равно она закончилась. Да, спасибо, Юрий Анатольевич, за уточнение. Когда Советский Союз напал на Корею, он хотел всю поглотить, уничтожить, включить в Союз зону оккупации. Но слава богу, что Соединенные Штаты Америки помогли, и вот таким образом получился такой вот болезненный раздел. То есть часть территории Кореи, Северная Корея, она оказалась в зоне советской оккупации, и потом вот так трансмиссия после распада Совка перешла де-факто в зону российской оккупации. Поэтому еще... Это проголосовали только те государства, которые... Значит, Марионидович, ну еще... То есть, таким образом, что делает Путин? Он ломает систему международного права и, соответственно, международной безопасности. Потому что система международной безопасности, это производная от системы международного права. То есть, система международной безопасности базируется именно на системе международного права и на принципах международного права. Далее, значит, таким образом, Путин, создав для людей в информационном плане параллельную реальность, что это якобы какие-то там уже с точки зрения Путина и России независимые государства, это их суд, и Россия там не вмешивается и так далее. То есть, таким образом, с одной стороны, Путин пытается и его чикистко-фашистское ПГ окружение с пропагандистами совсем вместе, они пытаются себе снять ответственность на грядущем международном уголовном трибунале за свои военные особо тяжкие преступления и с другой просто напугать украинцев, просто плюнуть на каждого украинца и сказать, слушайте, да вы не люди, мы хотим вас расстрелять, расстреляем, хотим вас закопать, закопаем и так далее, и можем вообще поступать все, что угодно, потому что нас, международное сообщество, де-факто освободило от ответственности. Никаких мер к нам нет и так далее. Но я хочу тут объяснить еще тоже нашим зрительным слушателям, вам, уважаемый Юрий Анатольевич, в том числе, что азовцы, азовцы и вообще все защитники Мариуполя, вне зависимости от того, состоят ли они в батальоне, в пополке Азов, кстати, я хочу пользуясь случаем нашим зрителям слушателям объяснить, потому что мы же должны просвещать людей, им говорить правду, то, что Азов, который недавно в России был признан террористической организацией, это полк, это официальный полк, входящий в состав Национальной гвардии Украины. То есть, вот полк Азов, это, ну, есть вот такое релевантное сравнение, это вот как подразделение, например, в России Рамзана Кадырова в Росгвардии. Вот это вот в том числе и что-то нечто релевантное для Украины. Полк Азов, он является официальной структурой, Национальной гвардии состоит и так далее. И он не представляет вообще из себя какую-либо отдельную организацию, то, что там пытаются с него слепить пропагандист. И для российско-фашистских захватчиков, лично Путина, его всего силового окружения, Азовцы это лютые непримиримые враги. А в России, как известно, врагов уничтожают. Вот если вот чем, скажем так, страшны и опасны российские традиции, то, что там у них в Мордоре действительно уничтожают врагов, там нет никаких компромиссов, или ты их уничтожил, или они тебя уничтожают. И я вам более того хочу сказать, ну, мы как-то одно время обусловились в нашем узком юридическом сообществе некоторые вопросы публично не разглашать, но когда в середине мая ко мне обратились знакомые Азовцев, которые защищали город Мариуполь, и просто заспросили мою консультацию, как вот будет, говорит, вот нам тут вроде бы как бы дают гарантии, там и Международный Красный Крест, и Организация Объединенных Наций, о том, что гарантируют нам, то есть что не будут расстреливать, и пытать, и нормальные условия пленов, обмен на сдачу. Я им объясню ситуацию так. Если, условно говоря, оттуда выдвигаться, то есть если произойдет такое интернирование, интернироваться в какую-либо другую третью страну, например, в Турцию, это еще куда ни шло, можно. Это самый оптимальный вариант. Сдаваться врагу, это идти напрямую смерть. Несмотря на то, что Международный Комитет Красного Креста, так же как Организация Объединенных Наций, это является международными организациями, те организации, которые созданы мировым сообществом, но Путину и его чекистской фашистской банды им наплевать на гарантии, им важно уничтожить физически азовцев. Для чего? Для чего? Вот в чем вопрос? В чем вообще суть? Вот мы сейчас подходим к ключевой сути русского фашизма. Для чего уничтожить азовцев? Это для того, чтобы на этом показать свое величие России. Ведь в чем заключается величие России? В унижении, в уничтожении других наций, народов и стран. Все. Продемонстрируется свое величие, что вот это наши злейшие враги, мы их обозначили, мы их уничтожили, и мы великие прославиться для у себя внутреннего ватного электората. Вот. И таким образом я дал следующий совет. Сказал, говорю, я, конечно, беру на себя огромную ответственность, но вы поймите, вы попадете, точнее ваши, точнее, то, что азовцы попадут в руки фашистов. Юрий Юрьевич, ну, понимаете, я как журналист не могу не задать один вопрос. Ведь и к сожалению, вот пропутинские паблики, они эту тему уже раскручивают, что не мы это начали. Первыми начали судить, и это правда, действительно украинцы. Был судебный процесс над российским военнослужащим, рядовым. Я, к сожалению, сейчас не помню его фамилии, да это и не важно. Человек, который под камеру застрелил гражданского человека. Потом его взяли в плен, он во всем сознался, он раскаялся, но был суд. Тогда еще извините, была генпрокурором Ирина Верещук, по-моему. Ирина Венедиктова. Ирина Венедиктова, извините, я оговорился. Вот, этому молодому человеку, российскому экс-военнослужащему, ему дали какой-то фантастический срок, чуть ли не пожизненный, за убийство гражданского человека. Но ведь он же, получается, он военнопленный, а его судили. То есть тогда, получается, и Украина, юридически говоря, тоже нарушила эту вещь. А идет ответка, или я неправильно это понимаю? В чем тонкость? В чем тонкость? Объясните, пожалуйста. Юрий Анатольевич, нет абсолютно никаких тонкостей. Вы правильно вначале сказали, опозвав то, что происходит во временно оккупированном и то, что возможно будет происходить во временно оккупированном России Мариуполем, судилищем. И конвенция, точнее, статья третья Женевской конвенции от 12 августа 1949 года в обращении с военнопленным, статья третья, говорит о том, что военнопленный может быть осужден надлежащим судом со всеми международными правовыми гарантиями. В Украине суды надлежащие, потому что они созданы государством. Разъясните вот это, что означает надлежащий суд. Вот, пожалуйста, поподробнее вот это разъясните. Какой надлежащий, какой ненадлежащий. Это вот важнейший момент. Значит, важнейший момент, первый, он заключается в том, что надлежащий суд, это тот суд, который создан именно государством, как признанным субъектом международного права, у которого есть международное признание. Понимаете, в чем вопрос? Россия, ну, вот, сейчас она оккупила Херсонскую область. Они, условно говоря, могут сказать, Херсонская область, это уже там независимое Херсонское государство, или Херсонское царство, и так далее. Но от того, что они скажут, ну, имеется в виду с подачи России местные коллаборанты, если так закончится в России, вот, местные коллаборанты могут сказать Херсонское государство. Эти суды в свете международного гуманитарного права не будут надлежащими. То есть, надлежащий может быть тот суд, который действует в соответствии с Конституцией и международным правом в государстве, а не в оккупационном образовании. Для азовцев в свете, опять-таки, международного права могут быть надлежащие суды, те, которые находятся на территории Российской Федерации. Но, позвольте, тот российский фашистский захватчик вторгся в чужую страну. В чужой стране совершил кучу военных преступлений. И он обоснованно, справедливо осужден, созданным на основе закона суде. Не какими-то оккупационными администрациями путинскими, как на временно оккупированных территориях, а именно созданным на основе закона суде. Он в точности территории. Теперь, да, что касается защитников Мариуполя, враг-агрессор вторгся на чужую территорию, разбомбил город, более 25 тысяч по предварительным оценкам мирного населения, гражданского, не военного, было уничтожено. Этих военнопленных де-факто взяли в заложники. И теперь оккупанты будут над ним издеваться, придумали в своей параллельной реальности им судилище и так далее. То есть, они тех людей, которые с позиции международного права, всего международного сообщества и Украина, да, являются героями для своей страны и защитниками своей страны, вот, разбомбив, еще раз повторяю, уничтожив их город, их будут, этих защитников, ну, и слово судить тут не поворачивается, но это издевательство, это издевательство, которое проходит защитник Мариуполя, можно приравнять к пыткам, вот, то есть, над ними будут производить такое публичное судилище для пропаганды и для усиления, опять-таки, российского фашизма, российской фашистской идеологии, почему? Потому что основной столб российского фашизма, вот на чем русский фашизм держится, это именно на величии, это именно на величии, которое требует жертвы для постоянного своего подтверждения, А тогда вопрос, ведь вы же несколько минут назад сказали, что Сирия и КНДР, по-моему, еще там государство то ли Науру, то ли Внуанту, но неважно, они признали вот это вот ОРДЛО, следовательно, можно ли поставить вопрос так, это ЛДНР, это же субъект международного права, их признали так, это правомочная будет постановка вопроса или нет? Нет, Юрий Анатольевич, конечно же, это не правомочная, почему, потому что даже в той же самой организации объемных наций, когда туда принимают государство, организация объемных наций, как известно, 193 государства, это только члены ООН, еще те государства, которые не являются членами ООН, но являются международно признанным государством, так вот, международное происходение государства, конечно, его будут проверять, как оно произошло, было ли там легитимное возле заявления народа, ну, значит, различные исторические и прочие обоснования, это длительная процедура, которую рассматривают, можно сказать, десятки, если не сотни экспертов, но это очевидно, что нельзя, еще раз повторяю, оккупационную администрацию, оккупационную администрацию, которую поставлены Кремлем, и те территории, которые захвачены и удерживаются Российской Федерацией силой, только за счет сил, а не удерживаются Российской, другого там ничего нет, признать государствами, это просто происходит, почему, потому что вот, та страна, которую вы назвали Африканская, Северная Корея, ну и, соответственно, Сирия, это все, что держится на российских деньгах и штыках, вот и все, то есть Путин сказал, то есть это государство, то, кто признал-то, собственно говоря, я лично, например, не считаю Северную Корею государством, Северная Корея, это тот же самый, та же самая зона российской оккупации, как ДЛНР, просто с большими возможностями, так же, например, как и Республика Беларусь. Ну и что, но Республика Беларусь тоже член ООН, но де-факто российская колония. Вот, поэтому я бы, например, вот на месте Соединенных Штатов Америки ввел бы немедленно жесткие санкции, и, в том числе, на уровне организации объединенных наций, сначала бы я, конечно, попробовал на уровне Совета Безопасности, но понятно, что Россия наложит свое право вето, тогда, соответственно, я бы в Генеральной Ассамблее и Организации Обменных Наций преодолел, потому что мы видим у Украины достаточно устойчивую позицию, 145 стран поддержали в конце февраля резолюцию под названием агрессии против Украины, и эти же, я так полагаю, если уже был создан международный прецедент, то страны, чтобы преодолеть две трети вето России в Совбезе, хотя Россия, она неправомерно пользуется правом вето, я уже неоднократно говорил, что и хочу напомнить просто нашим зрителям, что Россия неправомерно находится в Организации Обменных Наций, вместо России должен, то есть вместо России находится Советский Союз, но поскольку он почил в БОЗе, то в Уставе Организации Обменных Наций нет такого государства, как Россия, стало быть, она не является членом Организации Обменных Наций. Так вот, если пойти, скажем так, по пути все-таки на наибольшего сопротивления и преодолеть вето России в Организации Обменных Наций данной резолюции, то, конечно же, нужно, чтобы еще, потому что Совет Безопасности ввел санкции в отношении вот этих государственных образований изгоев за признание временно-оккупированных администраций. Таким образом, это послужит хорошим предохранителем от разрушения системы международного права и международной безопасности. Ну и тогда в заключение у меня вопрос. Ваш прогноз, вот доведут они это судилище до конца или до... Я не хочу даже произносить. Или все-таки хоть капля здравого смысла там вы заблокали? Смотрите, Юрий Андреевич, ответить я на данный вопрос однозначно сейчас не могу. Ну так, интуитивно. Я понимаю. Я не то, что интуитивно, я не могу издевать. У меня просто как уверить, что есть мое профессиональное видение, скажем так, мой профессиональный опыт, что он мне может подсказать. Просто почему? Потому что сейчас даже и у Путина, и вот этой АПГ нет однозначного решения у них там в Кремле о том, что нужно делать с азовцами. Да, они знают, что азовцы враги, да, они хотят их всех, безусловно, уничтожить или создать им такие пыточные условия, чтобы они в мучениях как можно быстрее ушли на тот свет. Вот. Почему у них нет однозначного решения? Потому что в Кремле побаиваются, внимание, побаиваются то, что Соединенные Штаты могут признать Россию государством спонсором террористов. И вот этот фактор, он является одним из основных сдерживающих обстоятельств того, что Путин и его чехи-фашистская банда не спешат расправляться с азовцами. Это, с одной стороны, и с другой, и с другой, ну, в принципе, такой же по себе равнозначный фактор, это заявление президента Украины Владимира Зеленского, что она очень сильнейшая и абсолютно правильная. Президент четко сказал, что если азовцы будут физически уничтожены российскими фашистскими заказчиками на время осуждения, там такое было. Если состоится суд над азовцами, переговоров с Россией не будет вообще. Ну, еще раз, ну, смотрите, президент сказал так, но я буду все-таки апеллировать международным правом, и в свете международного права, еще повторяю, а именно статьи 3 Женевской конвенции от 1949 года об обращении с военнопленными, эти судилища надлежащими судами не являются, которые еще повторяются, судилища на временно оккупированных территориях. Да, и, кстати, Юрий Анатольевич, если вдруг подобное судилище состоится, и защитники Украины будут, защитников Украины будут физически уничтожать, в плену, то, конечно же, сейчас идет речь о создании в Украине эффективных сил специальных операций. Эти силы, как мне представляется, в будущем будут работать по всему миру по аналогии с деятельностью МОСАД, 6, да, и других, вот как в Израиле, и других западных разведок. Это первое. И второе, я лично считаю, что по большей части те российско-фашистские захватчики, которые будут так или иначе, еще, прямо или после, так или иначе, задействованы в так называемом суде, судилище над Азовцами, они будут в перспективе негосударственными транснациональными организациями. Потому что есть, еще раз повторяю, и такие сообщества, которые будут физически ликвидировать в ближайшее время. Но сама по себе ситуация спровоцирует еще, именно касаемо дальнейшем физической ликвидации украинских военнопленных на конечное время оккупированной территории, то, что защитники Украины просто перестанут брать в плен и будут создавать российско-фашистским захватчикам такие условия, при которых жестокость к военнопленным это давно уже известно, это палка о двух концах, потому что как раз ведь конвенция о правах военнопленных, о том, как надлежит обращаться к военнопленным, она ведь родилась не на пустом месте, потому что тогда с твоими же будут точно так же обращаться, это весьма и весьма чревато. Юрий Анатольевич, эти же конвенции, документы, которые процитировал, они были, как говорят юристы, написаны кровью, болью и потом, миллионам людей. Вот, 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 на огромном историческом опыте, уже давно, давным-давно это все поняли, и кстати, хотя это не имеет прямого отношения к теме нашего разговора, я нашим зрителям напомню, что, в общем-то, я об этом говорил, что любая война ломает психику, а разнустанность к мирному населению и к беззащитным людям, она ее ломает вдвойне. Вот задумайтесь, эти же, вот кто-то же уцелеет, они вернутся с фронта и пойдут по российским городам и весям. Вы думаете, они будут различать, что ли, кого-то, они в Буче насиловали, они, извините меня, в условном Воронеже будут делать то же самое, они мародерили в Гастомеле, а вы что думаете, что какой-то там условный тамбов, он лучше, что ли? Да то же самое будет, это уже сейчас есть. Подумайте над этим. Да, Юрий Анатольевич, позвольте напоследок вас дополнить сказанное вами, что таких, как Буча, Мариуполь, Бородянка, вот этих самых страшных выточных мест, где вырастет людей еще имеется и на временно купированных территориях, в Херсонской и в Запорожской областях, потому что мы не знаем еще после освобождения, сколько таких выточных еще в Донецкой и в Луганской области имеют место быть и даже во временно оккупированном Крыму. И потом все-таки я лично считаю и сторонник, вот здесь я даю четкий прогноз, что русский РИФ потерпит свое экзистальное поражение в четвертой мировой гибридной войне. И вот после военного поражения, когда российско-фашистские захватчики с позорно вернутся к себе в Тамбов, в Пензу, например, в то же самое в Волгоград, а у нас столько много там знакомых и связей, в том числе и среди силовиков и силовых структур и так далее, что мы их потом так сказать припрем по всей строгости, но не законно, потому что тогда, когда распадется Россия, не будет уже действовать ни европейской конвенции, ни соответственно отчасти нормы международного права. И вот тогда на тех территориях, где возникнут новые государства, я буду предлагать вести уголовное наказание за нарушение, за преступление против права человека. Тут дело даже не в этом, тут проблема еще и в другом. Давайте мы не будем забывать запредельный уровень коррупции в России. Вот у меня на прошлой неделе на канале выступал Сергей Жирнов, и вот он сказал, там куплено все, мы обсуждали как раз, кто же по тем публикациям в Вашингтон-Пост, все тихо обалдели от того, что такие средства можно получить только от высокопоставленного крота. Нет таких технических средств, чтобы это можно сделать. Он сказал, да, Юра, там все продано, куплено, перекуплено. А когда я тот же самый вопрос задал Геннадию Владимировичу Гудкову, он мне сказал, так, минуточку, а почему вы говорите о кроте в единственном числе? Да там меньшинство не куплено. Там не куплено потому что, не потому что они честные, а потому что они нафиг никому не нужны. И вот учитывая это, эту продажность, вы что, дорогие мои, думаете, что за относительно небольшие суммы вас сдавать не будут. За здрасте, за здрасте сдаду. Юрий Анатольевич, и напоследок я тоже хочу завершить сказанное вами, что и мне, из некоторых моих источников предоставляют отдельную конфиденциальную информацию, которую я потом обрабатываю, юрифицирую, смотрю, она проверяется оттуда, можно сказать, с самого верха совершенно бесплатно, потому что это люди, которые понимают, что это мой режим уже крышка, что ему осталось не так много, и чтобы в дальнейшем избавить себя от уголовного наказания за сотрудничество с режимом и так далее, помочь международному следствию правосудию участвовать, а не просто готовы сотрудничать и пересерти информацию. Уже еще, но где-то, конечно, покупается эта информация, я тоже Сергею Олеговичу в Жирновом согласен, что да, там все куплено, во многом, скажем так, может быть не все, но во многом там куплено, там огромная коррупция, но есть уже начался, в общем-то, сейчас поток скажем так, таких информационных сообщений, причем с самого, можно сказать, верха, это как сигнал, я хороший, да, да, и люди понимают, но там, в том числе, я говорю, есть и те, которые меня еще знают с Москвы, которые во мне, скажем так, уверены, поэтому, да, они понимают, что режима уже осталось мало, и чтобы потом в дальнейшем выйти в себя как-то оправдать, они, поэтому таким образом и уже, то есть пытаются сейчас при этом чекистско-фашистском преступном режиме себя реабилитировать. Так, а откуда я еще в конце марта знал о том, что уже начали вербовать зэков на украинский фронт? Тоже почта-то есть, так что в этом плане, дорогие, дорогие, силовики, о себе-то подумайте тоже. Юрий Юрьевич, спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу, друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения Юрия Юрьевича Шулипы, замечательного правоведа. Ну, а я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. И, конечно же, сейчас слава Украине! Героям слава! До встречи, друзья! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова